Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Сегодня хотелось бы поговорить о крещении детей и о подготовке к этому событию. Крещение для человека является первым таинством, через которое он входит в Церковь Христову. Крещение — это второе рождение, новая жизнь, жизнь во Христе, жизнь со Христом. И раньше, когда человек готовился принять крещение, то он проходил определенную подготовку, которая называлась оглашением. Оглашение порой занимало несколько месяцев, либо даже несколько лет подготовки. И после этого человек приступал к таинству святого крещения. В наше время, когда мы крестим детей, как правило, им нет даже года. И, конечно же, не может даже идти и речи о какой-либо подготовке таких детей к окрещению, потому что никакие беседы и оглашения они пройти не смогут, тем более изъявить свое желание о том, что они хотят стать христианами. В связи с чем у людей часто возникает вопрос, а насколько это правильно крестить детей, которые не могут сами сделать свой выбор. И вот на эту тему мы сегодня пообщаемся с нашим гостем, настоятелем храма в честь Святой Блажины Матроны Московской, директором Некоммерческого фонда Детский и Пархиальный образовательный центр, отцом Дионисием Левином. Отец Дионисий, здравствуйте. Добрый. Доброго времени. Отец Дионисий, нужно ли крестить детей, которые сами не могут принять решение о крещении? Насколько это правильно с точки зрения христианства, с точки зрения православия? Ну это на 100% правильно в той ситуации, когда родители сами живут по-христиански и являют собой пример христианской семьи. Если я пью воду, ем хлеб и имею доступ к живительным источникам, почему я должен этого лишать своего ребенка? Для христианина живительным источником является таинство причастия, и если ты причащаешься сам, приходишь на божественную литургию, лишать возможности причащаться детей, но это с точки зрения христианина абсурд, поэтому крещение младенца оправдывает его дальнейшее участие в Евхаристии вместе с папой и мамой. — Вот вы сказали замечательные слова, что совместно участие в Евхаристии вместе с родителями, но будем честны, что зачастую, к сожалению, когда мы крестим детей, родителей ребенка мы видим впервые. То есть не в храме на службе, не где-то, может быть, в другом храме мы их не наблюдаем. То есть родители, может быть, даже иногда приходят во второй или в третий раз в храм только лишь для того, чтобы покрестить ребенка и впоследствии навсегда исчезнуть из храма. — Вот насколько здесь тогда правильно и целесообразно крести детей? Как вот в такой ситуации поступать? — Неправильно и нецелесообразно. То есть крещение ребенка для галочки, потому что сказали бабушка с дедушкой, потому что мы русские и все должны быть крещены в православии, потому что живем в России, потому что христианство — это некий набор жизненных, нравственных ценностей, которые ребенку должны быть переданы. И первые из этих ценностей — это крещение, чтобы ребенок там или там не болел или еще что-то. Вот все это не оправдывает и даже более того не дает права крестить, если родители не являются воцерковленными прихожанами. И в этом смысле на священников возлагается очень сложная миссия, очень сложная. То есть я вот был у тебя гость в программе, один из наших собратьев, который очень много и часто и радостно пишет восторженные посты, называя крещение одним из своих любимых таинств. Я искренне завидую такому подходу, такому священнику. Ну, в кавычках, конечно, завидую. То есть для меня крещение — это всегда очень эмоционально тяжело. То есть очень эмоционально тяжело. Потому что в 99% я не до конца уверен в том, что люди меня правильно поняли. Вот так скажу. То есть беседы проходят все. Это как бы такая неизбежность, с которой родители, крестные родители смирились. И даже участие в Евхаристии перед таинством крещения своего ребенка, ну, в моем случае это 100% обязательно. Я, к сожалению, знаю приходы, где такой подход в принципе с родителями не обсуждается. Отец Денис, я вас перебью сразу, чтобы пояснить, чтобы было понимание, о чем идет речь. Да, что сейчас мы стараемся перед крещением проводить заранее гласительные беседы. Мы не стараемся. Есть требования. Да, приснись, пожалуйста, что сейчас происходит вот перед тем, как люди хотят покрестить ребенка, чтобы сразу было понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что необходима катехизация, то есть необходимо знакомство родителей с миром православной веры. Так было всегда. В древности на это уходили годы, а иногда минуты. Да, как помним в книге «Деяния апостолов» – вот вода, вот ты мне рассказал о Христе, что мне мешает креститься. Ничего. И ты будешь крещен. Но это взрослый человек, это максимальная осознанность. Вот. То есть, понимая, что все люди разные, что подход у всех разный и бэкграунд у всех разный, на сегодняшний день установлены минимальные требования к огласительным беседам, к оглашению, к катехизации. Кто проходит эти беседы? Эти беседы проходят родители и крестные родители, обязательно все. Значит, это две беседы, и это участие в таинстве, исповеди, причастии, если до этого ты не исповедовался, не причащался, ну, достаточно продолжительный промежуток времени. Если ты активный христианин, ты регулярно исповедуешься, причащаешься, конечно, от тебя этого никто требовать не станет. Да, только будет некий разговор, и вполне возможно ограничиться одной беседой. Вот. Но если это люди со стороны, если это люди не из прихода, что в большинстве случаев происходит, если это люди, которые не хотят прилепиться к этому приходу, в этом смысле мне очень понятна, например, позиция отца Павла Островского, к которому очень многие приезжают, потому что это отец Павел, и хотят принять вот крещение именно у него. Он говорит, вы будете моими прихожанами? Нет. Ну, идите туда, где вы будете прихожанами. Я вот для себя, например, эту традицию, не традицию, а подход перенял. У меня храм освящен в честь Святой Блаженной Матроны Московской. Понятно, что для русского человека имя Святой Матронушки, оно глубоко отзывается в сердце. Ну, как думаю, что еще ряда святых. И у меня есть целый вот как бы ряд людей, которые приезжают, потому что это храм, освященный в честь Блаженной Старицы. И мы хотим нашего ребенка покрестить здесь не потому, что мы хотим быть прихожанами этого храма, или потому что у нас с вами хорошие отношения, да, а потому что это вот храм в честь Святой Блаженной Матроны Московской. Очень много людей, которые, например, молятся Святой о даровании детей, получают ребенка, и потом, естественно, едут крестить в этот храм. То есть мне такой подход неудобен. Я не думаю, что Святая Блаженная Матрона обидится на родителей, которым она, да, помолил, по молитвам перед образом которой родители был дарован ребенок, если они покрестят ребенка там, где они будут прихожанами. Для этого нет никакой необходимости ехать именно в этот храм. Можно заехать помолиться, поблагодарить, да, принести милостыню, или просто молитвы свои перед иконой, но крестить ребенка надо в том храме, в который ты сам ходишь, и где ты планируешь своего ребенка воцерковлять, то есть отдавать в воскресную школу, или там подводить к священнику, знакомить и так далее. Вот. Да, к сожалению, в очень многих случаях сейчас этого не происходит. И родители выбирают храм по самым разным признакам. Например, батюшка красивый, голос замечательный, медийный батюшка, едут все к нему, улыбчивый, бесед нет в храме. Да, у нас по-прежнему, к сожалению, такие храмы остаются. Вот. Ну или же вот, да, какие-то бэкграунды, связанные с наименованием храма. Вот. Процент людей, которые крестят детей осознанно, с пониманием, он очень мал. Огромное количество родителей не понимают вообще, зачем это нужно. Вот. Главная проблема, она кроется именно в этом, что родители не понимают, зачем это нужно. И я, наверное, скажу страшную мысль, ну, есть священники, которые не понимают, зачем это нужно. Искренне не понимают. То есть есть вот эта такая старая школа, постсоветская, когда огромное количество людей хлынуло в храмы. У священников тогда не было ни малейшей возможности катехизации заниматься, потому что священников было очень мало. А людей хлынуло очень много. И как бы, ну, крестили же. Че сейчас поменялось-то? Все из того же теста сделаны. Вот. А поменялось очень многое. То есть сейчас я вообще, вот когда беседую с крестными, я говорю, слушайте, ну, мы в 21 веке живем. Вы приходите в магазин, вы начинаете выбирать себе обувь, вы же замучаете консультанта. Вы же у него все выспросите. Как он в дождик, как он в снег, а чем чистить, а как хранить, да? Я уж молчу там про машину или квартиру. Но когда мы речь заводим про ребенка, почему-то вдруг, да ничего не надо знать, просто давайте покрестим. Я просто хочу добавить вот к тому, что вы перечисляли, что я даже слышал такой аргумент, что, ну, мы же как-то пришли к Богу. То есть вроде бы никто там беседы с нашими родителями не проводил с крестными. Крестные там уехали куда-нибудь там в Оренбург, и все, их в жизни ребенок больше никогда не видел. Но мы же как-то, нас же Бог как-то привел в церковь. Вот такой аргумент еще есть. Есть хороший достаточно аргумент, на который я тоже не всегда могу четко ответить крестным родителям. Зачем они вообще нужны? То есть если есть мама и папа, которые готовы воспитывать своего ребенка в христианской вере, зачем нужны крестные родители, для чего? Вот сейчас у меня, например, очень тяжелая ситуация с одной женщиной, которая пришла ко мне просить покрестить своего сына. Сын тяжело болен, ему 6 лет, он тяжело болен. То есть он, ну, как бы немножко за гранью реальности, там, аутизм и так далее. Вот. Крестного папы нет, есть только бабушка. Бабушка не воцерковлена, но как бы потенциально готова быть крестной. Там беседы пройти и все. И я понимаю, что церковная практика не знает такой традиции, как крещение без крестных. А крестный должен быть того же самого пола. Вот. И здесь возникает вопрос, насколько я могу или не могу поступиться этими церковными нормами и пойти по пути любви, или же это не путь любви, а путь медвежьей услуги. Вот и тебе, и телезрителям рассуждение. Что я как священник должен сделать? Мать плачет и просит покрестить ребенка прямо сейчас, потому что она верит, что таинство крещения поможет, потому что она боится за его здоровье, что он может умереть некрещенным. Ну, да, шесть лет не крестила, но как бы вот там еще и с матерью были плохие отношения. А сейчас вот вроде как мама готова, но хотя бы крестная мама у ребенка будет. А мы понимаем, что по правилам это должен быть крестный папа. И мы понимаем, что такого человека нужно искать. Что я должен сделать? Как я должен объяснить эту ситуацию? Вот. Ну, забегая вперед, я скажу, что я в крещении отказал. То есть для меня это медвежья услуга. То есть я понимаю, что я не судья, не Господь Бог, но я думаю, что в случае с ребенком, который болен, то есть аутизм, то есть который вне этой реальности, ну, это как с абортами, как с выкидышами. То есть я не хочу верить в Бога, который, не дай Бог, если ребенок умирает там, да, некрещенным, но вот такой больной, да, что он там как-то будет претерпевать мучения. Да, он не совершил греха, и он не совершил и добродетелей. Ну, то есть я думаю, что Господь таких детей принимает без наших каких-то потуг и участий. Вот. Но для этой-то мамы поиск этого крестного – это фактически перелом ее жизни. Это прилепиться к приходу нужно. Это нужно окружить себя верующими людьми. Как найти мужчину, который будет крестным твоему сыну? То есть где его искать? Ну, явно не в торговом центре и не в ночном клубе. Нужно идти в храм, нужно менять свою жизнь, нужно, чтобы бабушка сидела с ребенком, а ты в это время была на литургии. Нужно становиться христианкой по своей жизни. И тогда, я говорю, мам, ну давайте поверим, что тогда Господь пошлет вам крестного. Давайте поверим, что тогда Он вам пошлет. И тут еще один такой момент, что для этой мамы этот мужчина может стать человеком, который будет помогать с ребенком. Там просто еще оговорка, что мужа нет в семье, нет отца. И фактически ребенок взрослеет, и все тяжелее женщине с ним справляться. Вот. То есть я вот, например, в этой ситуации, ну у меня вот такие вот мысли родились, что отказать правильнее, чем пойти на поводу. Вот. Ну мама вроде бы согласилась. Хотя разговор был очень долгий, очень длинный, очень тяжелый. И это были упреки, что вы нас отталкиваете, что какая же вы церковь, если вы вот так к нам и к нашему ребенку, и к нашей ситуации, нас везде шпыняют, и вот мы пришли в церковь, и тут нас шпыняют, и тут нас не принимают с распростертыми объятиями. Вот. Поэтому это, конечно, сложный случай, но и в других ситуациях крестный в Москве, он не может приехать, ну давайте покрестим. У меня работа с утра до ночи, я зарабатываю деньги, у меня три ипотеки, ну давайте покрестим безо всяких бесед. Послушайте, да какие литургии, я прихожу, валюсь с ног, ну какое там причастие. И миллион вот таких вот вещей. И во всем этом нужно суметь найти слова и объяснить, что да нет, ну это важно. Но это все вот будет медвежьей услугой, это будет как списыванием перед экзаменом. Это не даст тебе ничего потом для жизни. Попробуй стать членом прихода, попробуй прилепиться к приходу, попробуй войти в приход, попробуй понять, что теперь твоя жизнь по-другому немножко течет, что ты умираешь для той жизни, погружаясь в воду, да, там вместе с своим ребенком. Ведь для малыша-то ничего не меняется. Ну погрузили мы в воду, достали, для него ничего не поменялось. Он, при него принесут на причастие. Поменялось все для взрослых. Это они больше не живут той жизнью, которой жили. Это им теперь нужно и на литургию, и пост, и чему-то ребенку учить, и что-то самим узнать, чтобы передать ребенку. Да, помните, мы с вами в одной из предыдущих бесед говорили, что религиозные традиции и вообще вопросы воспитания – это вопросы семьи. А у нас так, ну вот мы покрестим сначала, потом ребенок там лет до семи будет расти вне церкви, потом мы приведем его этому же батюшку. Батюшка, мы воскрестились семь лет назад? Вот принимайте в воскресную школу, давайте теперь христианина из него сделайте. А вы семь лет чем занимались? А мы ничего не знали, мы работали, мы деньги зарабатывали. А крестные? Да они у нас в Оренбурге или там в Москве. И это трагедия. Меня тут надо останавливать, меня просто несет. Потому что это такая боль, еще раз, я вот говоря искренне завидую батюшке, который выкладывает пост и говорит, какая счастье, наконец у меня очередное крещение. Я просто вот у меня там через несколько дней будет крещение, и я думаю, господи, как, 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 я же их потом опять не увижу. Ну, кстати, нет, те, кто придут, вот, дай Бог, в воскресенье, они действительно прихожане, и тут мое сердце радуется. Но в большинстве случаев я прям с радостью передаю это своему второму священнику. Атец Дионисий, мы подошли к очень важному моменту, к пониманию того, что мы крестим детей по вере родителей, которые будут воспитывать этого ребенка в христианской вере, в первую очередь примером собственной веры, собственной нравственной жизни, отношениями своими с Богом, и что крещение – это лишь первый шаг. Дальше вот эта вот ноша, бремя воспитания ложится как раз-таки на плечи родителей, чтобы он действительно вырос добрым христианином. Вопрос, где здесь место крестным? Вот я говорю, то есть это один из самых таких вопросов провокационных, зачем вообще крестные, да, то есть здесь нужно, ну, и, как я объясняю, крестным и родителям, да, есть два момента. Один момент – это момент богословский, и я предлагаю его не касаться, потому что мы иначе уйдем в такие глубокие дебри, там, вплоть до Ветхого Завета, что, ну, просто оно зачем? Есть такой вот, ну, уставной подход, что степени кровного и духовного родства не могут совпадать, да, именно поэтому муж и жена не могут быть крестными одному ребенку, и поэтому мама с папой не могут быть крестными своему собственному ребенку, значит, потому что это совпадение кровной и духовной степени родства. И я предлагаю не рассуждать на эти темы. Второй момент – он уже чисто практический, чисто бытовой. Я, папа, историк, не учу истории своего сына. Моя жена – музыкант, не учит музыке свою дочь. Там, папа – футболист, как правило, тренер своему сыну, там, до трех лет. Потом отдают в профильное учреждение, отдают специалистам, которые на ребенка смотрят абстрагированно. Вот крестные – это такие люди, которые смотрят на ребенка абстрагированно, и именно поэтому они могут более верно передать ему какие-то моменты. А чем старше ребенок, тем больше сложных моментов. Например, первая исповедь. К ней не должны готовить родители. К ней должны готовить крестные родители. Это идеальная ситуация. Потому что, ну, не должен ребенок… Я вот священник, свою дочь я не исповедую. Вот. Зачем? Я, конечно, знаю все ее грехи. Вот. И в том году знал, и в позапрошлом году знал. Но для нее-то это проблема определенная. Сказать папе вот какие-то моменты. Вот. Их она скажет другому священнику. И подготовиться к этой исповеди, если она не может это сделать, да, там, с мамой, ей лучше с крестным. А чем старше ребенок, тем больше таких вопросов. И поэтому идеальная картина – это когда крестные становятся своему, значит, крестнику старшими друзьями. Значимыми взрослыми, с которыми он в дальнейшем может посоветоваться, ну, и по очень скользким вопросам. Мат, курение, значит, сексуальные отношения, отношения между полами, да, какие-то другие сложные вопросы. Да и вопросы, связанные, например, с упреками в адрес церкви, с упреками в адрес духовенства, с непониманием каких-то вещей. Все такие вот моменты, мне кажется, что как раз крестные – лучший вариант для их обсуждения. Но это идеальная картинка. Идеальная. Таких случаев минимум. Я сам таким крестным, к сожалению, не являюсь. То есть, например, да, я покрестил детей своего брата. Брат в Керчи, да, я в Самаре. Мне только молиться за его детей. Остается. И, ну, какие-то очень там редкие встречи, когда я приезжаю или он приезжает с детьми. Вот. То есть, вот эта вот идеальная картинка, она рушится. Получается, самый минимум, который мы… Молитва. …как крестные можем сделать, это всегда молиться за своих крестников. Но стремиться нужно к тому, чтобы все-таки участвовать. Я уж молчу про царскую Россию, где крестный официально был обязан взять попечение над детьми, если погибали, например, родители ребенка. То есть, он был в том числе и на уровне государства обязан заботиться о них. И последний вопрос, отец Дионисий, если можно вкратце, который тоже вот связан с беседами, о котором вы упоминали, что люди, которые приходят, которые не причались, не исповедовались, да, что вот им нужно, значит, заранее причтиться и поисповедоваться. Не получается ли это таким, скажем так, из-под палки наставлением, что необходимо вот прямо сейчас до крещения приступить к танцам? Если для человека это первая исповедь в жизни, ну, люди просто говорят, что, батюшка, к этому просто так сходу не подготовишься, а ты вроде как бы человека заставляешь. Нет, вы обязаны, значит, до крещения. Ответ очень простой. Откладываем крещение ровно настолько, насколько нужно для подготовки. То есть, ты чему собираешься учить ребенка, сам не пройдя через это? То есть, как? Да, иди вперед меня? Почему? То есть, а может быть, ты вообще от исповеди развернешься и уйдешь, скажешь, не-не-не, ребята, это вообще не мое, а ты уже крестный. Ну, то есть, абсурд. Просто абсурд. Просто здесь нужно сказать одну очень важную мысль. Мы почему-то у нас в голове и у духовенства в том числе есть такая мысль, что крещение нельзя откладывать. Почему? Почему? На каком основании мы так решили, что крещение – это то, что нужно совершать срочно? Что почему мы решили, что не может быть какой-то длительной подготовки? Там не неделя, например, да, там, а месяц, полгода. Почему? Что? Потому что, не дай бог, ребенок там заболеет, что-то с ним случится. Ну, послушайте, во-первых, не надо сбрасывать со счетов волю Божью его промысел. Во-вторых, если, не дай бог, заболеет так, да, что вот будет угроза, ну, приедем и покрестим. Например, вот я своего второго ребенка, да, сына крестил в больнице, когда мне фактически во время литургии жена позвонила и сказала, что, походу, ребенок умирает и не доживет до обеда. Я закончил литургию, помчался и его покрестил. Вот, то есть, ну, такие ситуации, да, бывают, но нельзя же на них равняться. То есть, нужно все-таки понимать о том, что правильное решение, правильное развитие ситуации – это крестные, которые подготовились, которые вошли в церковь, которые понимают, куда они ведут за собой ребенка. И, соответственно, в этой ситуации исповедь и причастие – это, ну, как лакмусовая бумажка. Если вы исповедовались, причастились и понимаете, что это важная часть вашей духовной жизни, вам можно доверить ребенка. Аминь. Спасибо, отец Дионисий, за добрую беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Ангел, всем хранителям, с Богом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!